АЛЕНА ЛИПКАЛОВА Безопаснее и качественнее становятся магистрали Амурской столицы с 2019 года. Тогда в областной центр пришел национальный проект БКД. Сколько километров дорог удалось обновить за это время и какие планы на будущее, моя коллега Кристина Слепцова выяснила у мэра Олега Имамеева. Давайте посмотрим интервью. Олега Тулыш, добрый день. Сегодня мы с вами поговорим о реализации в Благовещенске нацпроекта БКД, который пришел в 2019 году. Расскажите, пожалуйста, изменился ли как-то принципиально подход к ремонту Благовещенских дорог с приходом этого нацпроекта? Добрый день, Кристина. Да, действительно, с 2019 года в городе Благовещенске и Благовещенской агломерации реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобили» дороги. И действительно, это дал серьезный толчок в ремонте и в развитии дорожной уличной сети города Благовещенска. Чем принципиально отличается данный национальный проект? Тем, что у нас появились для достижения показателей новые требования. Это снижение мест аварийных или потенциально аварийных на дорожной уличной сети города Благовещенска. Это приведение в нормативное состояние наших дорог с нормативом не менее 85% от общего количества. При этом это основные показатели. Ну и, конечно, качество, долгосрочность, само собой разумеется. В принципе, это по всем проектам нам и необходимо делать. Так вот, в рамках БКД мы начали применять принципиально новые технологии. Ну, во-первых, начнем это с основания. Если раньше в основном работы велись по устройству послойная с раскинцовкой основания, то есть различные, скажем так, фракции щебня, была раскинцовка, то сейчас уже готовыми щебеночно-печарными смесями готовятся основания без снижения характеристик. И в дальнейшем производится укладка уже двух, иногда по проекту трех слоев асфальтобетона, где верхним слоем служит покрытие из щебеночно-мастичной смеси. Мастик, в отличие от битума, обладает более, скажем так, качественными характеристиками, которые помогают дорогам служить дольше, снижают колейность, ну и различные характеристики, которые влияют на долговечность дорог. Также полимерно-битумные ленты, которые раньше не применяли, сейчас применяются на стыковочных слоях, что уменьшает количество образованных трещин на местах соприкосновения разных участков предстоительства. И как бы вот эти вот, ну и ряд еще других мелких применений, конечно, реагентов новых. То есть у нас нефтебитумная промышленность не стоит на месте, и, соответственно, в тех технических регламентах, которые, в рамках которых мы работаем, которые как раз-таки предусматривают правила проектирования, строительства дорог, мы, конечно же, их используем. А сколько участков удалось всего отремонтировать? За годы реализации, 19, 20, 21, 22 год, нам удалось отремонтировать 45 участков дорожной и уличной сети в рамках национального проекта. Также, если это перевести в, скажем так, километр, то порядка 38 километров совокупно дорог, участков было отремонтировано. А какой вы считаете, может быть, самым основным, важным, по любому критерию, лично для вас? Почему? Ну, скажем так, понятно, что национальный проект безопасной и качественной дороги реализовался на многих участках дорожной и уличной сети города Благовещенск, как на центральных, на дальневых. Но, конечно, основной акцент мы ставили на так называемые магистральные улицы, которые ведут у нас из микрорайона в город. У нас их несколько. Это и театральные, это Калинина, Мухина. И что хочется сказать, что, действительно, мы для себя считаем наиболее сложным участком, это, конечно, улица Мухина, потому что это двухлетний контракт, достаточно большое было количество замечаний, в том числе проектной документации. Проектная документация, ну, в нашем понимании, на 50% была откорректирована по ходу исполнения контракта. Многие моменты были не учтены, но, тем не менее, мы за два года выполнили ту задачу, которая была поставлена перед подрядной организацией, перед заказчиком, и улица Мухина теперь, ну, имеет современный вид со всеми требованиями, которые сейчас предъявляются в рамках безопасности и качества. Можно ли оценить показатель безопасности в Благовещенске после того, как пришел нацпроект, стало ли меньше аварий? Одно из самых главных требований в рамках итогов реализации – это снижение места аварийности, снижение аварийности, в принципе. За годы реализации мы ликвидировали 24 участка дорожно-уличной сети, которые были признаны аварийными участками. Также в рамках проекта было установлено 74 комплекса фото-видеофиксации. Не все автомобилисты восприняли это, конечно, радужно, но снижение ДТП на участках, в том числе и благодаря камерам, значительно ГИБДД говорит, что идет существенная тенденция к снижению аварийности на тех участках, где это было установлено. А вообще, если бы не было нацпроекта, да, сколько бы нам лет потребовалось городу, чтобы отремонтировать вот эти все участки, километры дорог? Участие города Благовещенска в национальном проекте позволило значительно ускорить темпы ремонта дорог. За более короткие сроки мы сделали значительные объемы, о которых говорил выше. Это в том числе благодаря беспрецедентному финансированию. Около 700 миллионов в год мы тратим на эти цели и достигаем показателей, которые, наверное, достигли бы за 2-3 года. То есть год примерно равен 2-3 годам, которые мы делали работу раньше. Ну и последний вопрос. Какие мы участки по нацпроекту отремонтируем в этом году? И, может быть, есть планы уже на 2024 год, если продолжится проект? На текущий год у нас продолжатся работы по ремонту улицы Горького. Мы знаем, что у нас будет в этом году введен мост в эксплуатацию. И, соответственно, мы 3 года работаем над улицей Горького. И сейчас мы ее доведем уже непосредственно до стыковки с мостом от оборудования улицы Первомайской с развязкой на улице Лозо. Продолжаем работу по улице Ленина. Это у нас в сторону улицы Артиллерийской. Участок будет отремонтирован. Улица Тенистая. Улица Театральная уже в прошлом году начала ремонтироваться. От Шофира до Строителей. Там также будут закончены работы. И под лимиты текущего года еще в прошлом году были выполнены работы по улице Октябрьской между Мухиной и Загородной. То есть, вот эти все работы мы ведем в рамках национального проекта. Надеемся, в этом году мы достигнем показателей. На 2024 год у нас срок стоит окончания мероприятия. И стоит план достичь показателей не менее 85%. Мы хотим его и перевыполнить. В связи с этим, конечно же, финансирование будет. Финансирование лимита на 2024 год 500 миллионов уже заложено. В связи с этим у нас есть достаточно большой пул улиц, по которым мы будем резоваться. Как отыгранные они еще не являются таковыми, а как перспективным попасть это несколько улиц. Это улица 50 лет Октября. Это улица Октябрьская от 50 лет в сторону Театральной. Это еще ряд улиц, микрорайонов, которые у нас стоят тоже в планах. Это та же улица Студенческая. То есть, мы будем уже в конце определять, какой именно участок уличной дорожной сети мы будем делать по тому или иному национальному проекту или региональной программе. Надеемся, что все планы воплотятся в жизнь, и наши автомобилисты будут немножко полояльнее относиться к ремонту. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok с точки готовимся записывать рецепт и просто отдыхать душой вместе с известной благовещенской кавер-группой «Сон Менделеева». Сегодня 3 января, и мы сегодня будем готовить для вас. А мы – это кусочек группы «Сон Менделеева». Мы – кавер-группа. И мы, в общем, в честь новогодних праздников собираемся дома у нашего замечательного лидера нашей группы, лидера-менеджера, гитариста, вокалиста Элюш Павловича Учкина. И мы сегодня приготовим наш фирменный салат. Название ему придумывал Паша. Салат называется «Утро басиста». Мне кажется, все басисты с утра готовят именно такой салат, потому что это очень простой, и, мне кажется, любой мужик может приготовить. Рецептом этого салата с нами поделился наш любимый друг. Он у нас в городе Свободном, когда мы ездим туда на выступление, он нас принимает у себя с ночевой. И он всегда готовит нам этот салат, он его готовит в таз, и он обязательно съедается нами с удовольствием и целиком, и утром, и вечером. И он прям такой очень питательный, и очень классный, и очень вкусный. И действительно, главное, что очень простой, потому что музыканты не все умеют готовить. Давайте приступим к приготовлению салата, и начнем мы с варки яиц. Пока у нас варятся яйца, Кристина займется нарезкой колбасы, я открою наши огурчики. Гастролировать, конечно, приходится нечасто, хотелось быть чаще, но, тем не менее, разочек в месяц в любом случае выбираемся. Куда-нибудь до пандемии это было все дело почаще, сейчас стало пореже. Везде, где бы мы ни приезжали, нам всегда рады и всегда накормят, добрыми словами обогреют и создадут все условия для комфортного выступления. Нас приглашали на День села в Брею. Мы ездили, приехали туда, и, короче, едем по селу, едем к Дому культуры, где мы должны выступать, и мы прям специально тормознули, потому что мы увидели его. Это был ватман на доске объявлений. Настоящий ватман и под трафарет, как когда-то, там, в 90-е годы, под трафарет было написано, типа, такого-то числа, во столько-то времени выступление Виа Сон Менделеева. Типа, блин, мы реально смотрались, это было так прикольно. Ну, это, конечно, и забавно, но так приятно. Люди постарались, реально сделали специально этот плакат. Пока у нас нарезаются ингредиенты салата, мы запарим нашу лапшу. И самое главное, что нужно взять обязательно именно роллтон. Тщательно разминаем нашу лапшу. Прям в упаковке, не открывая. Выкладываем это все. Мы существуем уже больше шести лет. Да, да, больше шести лет существует группа. Сон Менделеева, ну, все на самом деле просто. Я учитель химии и немножко биологии. И поэтому, когда создавалась группа, решили такое красивое название взять, что есть легенда, которую все знают, что Менделеев свою табличку увидел во сне. Поэтому так и решили назвать группу. Звучное, напоминающее себе название. Мы меняли составы много раз. На самом деле, самым первым изменением состава стала как раз вокалистка. Меня ребята позвонили. Илья вообще позвонил. И попросил им помочь, потому что у них так получилось, что вокалистки не было на ближайшее выступление. За неделю мы быстренько отработали программу. И 9 сентября в одном из заведений города я уже вышла с ними работать. Они существуют с марта. Да, получилось неплохо. Мы сработались. И было клево. На самом деле, вот от того состава, от самого первоначального, остался один Илья. Я играю на скрипке, но я играю сольно. И выступление в рок-группе для меня это какой-то островок творчества, наверное. Где я могу отдохнуть душой, где я могу покуражиться или еще что-то. Отличные ребята, поэтому я с удовольствием принял их предложение. Спасибо. А мы, правда, очень рады, что лучший скрипач города Благовещенска теперь играет еще и с нами. Для основы нашего салата мы заливаем нашу лапшу кипятком. Делаем это буквально совсем немного, чтобы вода покрыла лапшу. Все оставляем, она запаривается. У нас сварились яйца. Сейчас мы их почистим и порежем. Кажется, у нас все готово для салата. Это очень простой салат, как вы видите. У нас готова лапша. Мы просто нарезали огурцы, колбасу и лук. Все. Теперь просто смешиваем это. Прямо так закидываем. То есть это не слоями салата, это просто обычный салат, который нужно смешать. Яйца. Яйца, да, пожалуйста. Нужно заправить приправой прям из пачки Роллтона. То есть ничего не нужно придумывать, прям берем ее и насыпаем. Реально? Ничего себе. Это очень удобно, потому что даже не нужно думать. Вообще, это точно, это прям реально удобно. Наш самый любимый ингредиент. Новогодний. Я. Нет, песня. Вообще майонез. Для большой порции салата утробасиста необходимо покрошить в упаковке 4 пачки лапши Роллтон, высыпать 3 приправы, залить кипятком. В готовую лапшу добавить резанные и вареные яйца, корнишоны, колбасу. Мелко нарезанный лук добавить, соль и перец по вкусу, майонез. Перемешать и оставить в холодильнике на 20 минут. На иварские праздники мы всегда с группой собираемся и жарим шашлыки. Предварительно, конечно, всегда маринуем сами. Самое главное, что нам нужно, это хорошее мясо, перец, паприка, соль, лук. И можно немножечко добавить совсем-нибудь капельку уксуса или просто минералочки. Ничего лишнего, чтобы просто было вкусно. Главное, чувствовать вкус мяса. Маринуем всегда крупными кусочками, чтобы получше все это дело пропиталось. И, собственно, уже потом начинаем поднарезать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Когда люди подходят и просят сфотографироваться, у меня немножко ступор. Ну, как бы, ну, окей. Но это еще ладно, я понимаю, люди на эмоциях, мы только что от выступали, они получили... Но когда стали приходить и говорить, мы приходим только на вас, и, наконец-то, выступаете именно вы, Сон Менделеева, как классно, мы вас ждем. И прям люди стали писать в Инстаграм, когда именно вы выступаете, мы хотим прийти именно на вас. Тогда я поняла, что где-то, да, видимо, какая-то у нас своя аудитория появилась. Мы выступаем еще в формате акустического дуэта вместе с Кристиной. Акустика, в принципе, это другая атмосфера, другой настрой, другое восприятие и аудитории, и аудитория тебя по-другому воспринимает. Это очень удивительно, когда даже под акустику, под какой-то такой чилл и спокойную музыку выходит народ и начинает танцевать. Мы такие, да, оказывается, даже тут, в этом формате мы можем задать жару. Моя музыкальная семья пошла настраивать инструменты, потому что мы никак не можем оставить наших любимых телезрителей, зрителей нашего вкусного выходного без песни. Чтобы приготовить шашлык, как во сне Менделеева, вам понадобится мякоть свинины, из приправ обязательно паприка, лук, соль, перец по вкусу, можно добавить немного уксуса или минеральной воды. Жарить на раскаленных углях до 20 минут. Приятного аппетита! Вот, в принципе, стол готов, а вот и песня. От твоего вскрика, из твоего вздоха, я слишком отвыкла, я слишком свободна. Я встала спокойно, а там небо слова, а там вдруг решил ты крылатым встать снова. Убери руки с моего пульса, я уже слишком жива. С моего пульса, убери руки. Я с моего пульсом. С Новым Годом, друзья! С новым счастьем! Ура! У меня на этом все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире! Субтитры подогнал «Симон»!